А что с дорогами? А что с сетями? За чьи деньги это будет делаться? Это вопросы нерешенные. Непростая и даже болезненная тема для Барнаула – застройка, нехватка земель, отсутствие коммуникации дорог. Эти проблемы сегодня обсуждают в дискуссионном клубе «Точка зрения», который проводит сибирская медиагруппа. В самом начале встречи власти рассказали о планах застройки сельскохозяйственных земель. Речь идет о Змейногорском тракте. Там нашли 50 гектаров земли под жилищное строительство. Также под застройку решено отдать территорию в районе аэропорта. Она ведь сегодня, по сути, в генеральном плане не является зоной многоэтажной застройки, поэтому в любом случае эти изменения необходимо внести, и мы этим сейчас активно занимаемся. Более того, по инициативе сообщества, как строительного сообщества, так и многие архитекторы, давно вопрос рассматривали и предлагали – это введение в градостроительный оборот территории за новым мостом. Эта территория также на сегодняшний день рассматривается. Также сегодня застройщики не боятся осваивать участки, которые находятся в незастроенных территориях, по-другому – в чистом поле. Когда я начинала работать в отрасли Балтийской, это был конец города. Прошло не так много времени, конец города у нас сместился на несколько микрорайонов. Поэтому говорить о том, что это окраина, ну, наверное, в столицах любого субъекта, наверное, не весьма верно, потому что мы очень сильно за последние 15 лет развиваемся отраслью. На встрече обсудили аварийные дома, а точнее то, что после них остается. Так на потоке на месте ветхого жилья планируется масштабная застройка. Только здесь власти и застройщики сталкиваются с проблемой, которую называют «лоскутное одеяло» из-за скучности домов. Между двумя домами стоит какой-нибудь дом, который явно не является ни аварийным, ни подлежащим сносу, ни, либо, может быть, какое-то административное здание. И получаются небольшие наборы по 30 соток, по 20 соток, где-то даже по 10 соток. Найти неразорванные участки, которые можно объединить в такой большой участок, только для школы 3 гектара. Поэтому, конечно, есть определенные сложности. И хоть пока в городе нет однозначного ответа на вопрос, а что делать с небольшими участками, в мэрии все равно рассматривают вариант именно комплексного строительства на потоке, которое включает в себя и социальные объекты. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.